Продолжение следует... Название. Представлять это видение и эту презентацию будут два человека. Это управляющий партнер компании Digital DAO Евгений Этин, а также еще один партнер компании Digital DAO Дмитрий Арцюх. Итак, почему вам не надо в Китай и что же делать, если все-таки надо? Финальная презентация блока бизнес. Коллеги, здравствуйте. Собственно, компания Digital DAO мы достаточно молодые, нам чуть меньше года, но тем не менее уже есть чем поделиться с вами. Я думаю, что я не первый. Да, вот. Отлично. Собственно, немножко про нас. У нас с Евгением и у нашей команды порядка 15 лет опыта в Digital, может быть чуть меньше, потому что я не уверен, что, собственно, этому термину столько лет. Что, наверное, сильно важнее. У нас довольно большой опыт по запуску проектов в Китае и, в принципе, понимание, что такое Китай, китайский бизнес, работу с китайскими инвесторами и в какой-то степени китайским правительством. Немножко фактов о Китае. Часть из них общеизвестная. Население Китая практически 1,4 миллиарда человек. Кстати, по внутренней китайской статистике это 1,6 миллиарда. То есть первая ошибка, которую не надо делать, когда вы работаете в Китае, это считать, что Гонконг и Тайвань нечто отдельное. Интернет-аудитория в Китае более 750 миллионов человек. Это где-то раз в 10 практически больше, чем Россия. Раза в 2 больше, чем население Соединенных Штатов. В общем, много, что важно, вся эта аудитория говорит на одном китайском языке. Еще один важный момент, который, наверное, несколько непривычен еще в России. В целом вы со смартфона в Китае можете делать все, что угодно. И это определяет user experience, если это кому-то здесь о чем-то говорит. Ну и, наверное, последний такой значимый факт. Китай – это экономика номер два в мире. Надо понимать, что она была далеко не всегда второй. Большую часть истории человеческой она была номером один. На самом деле то время, в котором мы живем, это некое такое исключение из правила предыдущего периода. То есть, собственно, в середине 19 века все европейские державы основные, плюс Соединенные Штаты, плюс Япония собрались. Ну и как бы немножко Китаю сделали больно, после чего Китай приходил в себя лет сто и сейчас пришел. И в целом мы, по крайней мере, считаем, что у Китая есть все шансы в ближайшее время выйти на первое место по всем основным показателям. Что важно понимать про китайскую экосистему? Практически любому человеку в России BAT – это табачный холдинг. В Китае BAT – это большая тройка. Байду, Алигрупп, Тенсент. По сути, это основные инвесторы и основные стратеги в Китае, на которых надо ориентироваться. То есть практически сразу вы придете к тому, как стартап, что вам, если вы действительно что-то из себя представляете, заинтересуется кто-то из трех. Вторая вещь, которую вы практически сразу ощутите в Китае, если у вас хороший продукт, хорошая идея, вас практически сразу скопируют. Поэтому первая штука, которую нужно понимать про Китай, там нужно очень быстро двигаться. Соответственно, наш опыт в Китае, я, наверное, скажу только одну вещь, что за прошедший практически год к нам пришло порядка 50 запросов на помощь, как прийти в Китай. Основное количество из них было, конечно, как же организовать ICO в Китае. В общем, ICO в Китае организовать не надо, это если коротко, потому что китайское правительство недавно довольно четко сказало, что ICO это пока что плохо сыро и мы не готовы, лучше давайте это запретим. Но при этом китайский бизнес отлично зарабатывает на производстве hardware для майнинга, продает это оборудование в Нигерию, Россию и много других стран. Дальше, наверное, расскажет Евгений уже там чуть конкретнее про наш опыт. У меня роль стартапа, поэтому попробую немножко перед вами выступить как человек, который защищает свою идею. На самом деле мы в нее уже верим достаточно давно. Четыре месяца, как мы занимаемся этим проектом. Проект базируется на том, что есть действительно тренды роста, которые очевидны. Это китайский туризм. Китайский турист сейчас самое масштабное явление во всем мире. Он меняет туристическую инфраструктуру многих стран. Если у кого будет возможность, почитайте, поищите. Очень интересно, как быстро это все происходит. И мы решили, что одна из задач, которую мы могли бы помочь решить себе самим и китайским туристам здесь в России, это сделать более удобную, понятную историю их путешествия. Пара слов буквально о том, из чего мы выбирали. Как Дима уже сказал, было много историй, которые нам приносили, которые мы сами думали и тестировали. Но везде был слабый момент, это уверенность в том, что этот тренд условно завтра не закончится. Китайский туризм, как явление, наверняка выгоден не только самому Китаю, интересен не только самому Китаю, но и странам, которые принимают китайских туристов. Как мы понимаем, в нашей нестабильной экономике, где доллар и китайский юань играют немалую роль, наличие такого тренда, как увеличение объема туристов, которые приезжают в город Москву, в Питер, в другие города и регионы, в нашей России есть дополнительный интересный источник дохода. Безусловно, с ним надо работать особенно на фоне приближающегося 2018 года, когда на нашей стране произойдет мировое первенство, чемпионат мира. Китайцы крайне социальная такая нация, поэтому у них есть некий аспект, если один китаец посетил страну и посмотрел ее, то он обязательно об этом расскажет, и о позитивном, и о негативном. Это та часть их культуры, которая, наверное, является такой неотъемлемой. И с учетом мероприятия, которое предстоит, мы понимаем, что основной рост туризма случится в 2019 году, но в 2018 мы должны к этому как следует подготовиться. О чем наш проект? Проект Леру на самом деле построен на том, что мы по-простому, если говорить такими терминами, это агрегатор, который позволяет китайцу получить некий сервис, который ему крайне удобен с точки зрения природы китайского диджитала рынка, то есть похож и понятен над все то, что он делает обычно в своем обычном мире, и в своей стране, а это вообще другая цивилизация. Дима потом немножко расскажет про нее интересных фактов. Ну, пару слов буквально, чем мы отличаемся. Естественно, что мы отличаемся языком, естественно, что мы отличаемся инфраструктурно, мы не используем здесь WeChat, а 98% китайцев WeChat используют. Чтобы просто было понятно на цифрах, сюда в Россию сейчас въезжает порядка полутора миллионов китайских туристов на момент текущего года. Соответственно, все они не знают, к сожалению, русского языка, в большинстве не очень хорошо знают английский, в большинстве своих не знают, и привыкли пользоваться своими собственными приложениями, которые мы совершенно не адаптированы, которых нас сейчас нет. По большому счету мы объединяем два направления. Мы даем возможность китайским пользователям использовать понятные им туристические порталы, туристические сервисы. Один из них, с которым мы уже подписались, называется C-Trip. Через него происходит до 70% заказов китайцев онлайн, их туров. Они получают некую возможность купить тур, снабдить ее теми или иными развлечениями, и благодаря этому, в принципе, чувствовать себя достаточно независимо в любой стране пребывания. В России сейчас, к сожалению, такой возможности нет. Вы, наверное, видели большие объемы туристов, приезжающих на автобусах. Есть так называемый красный туризм, про который слагают легенды. Так вот, мы немножко про другой сегмент. Сейчас мы говорим про тех людей, которые уже побывали в Европе, которые сейчас думают о том, поехать ли им в Россию или, к примеру, в Южную Африку. Это некий более высокий уровень туриста, который сейчас, безусловно, дружит со смартфоном, привык, что его везде со смартфоном, с этим рады видеть. Его, к сожалению, не всегда рады видеть здесь в России по разным инфраструктурным аспектам. Так вот, мы надеемся, что реализуя некий уже существующий у нас функционал, те связи, которые у нас есть в России, которые мы здесь за последнее время актуализировали, и те возможности, которые у нас есть в Китае, в том числе. Благодаря нашему китайскому офису, на Шанхае есть офис сейчас. В нем уже порядка 10 человек, несмотря на нашу юность. И порядка 20 человек у нас сейчас работает в Москве. Несмотря на это все и наши возможности за 2018 год, мы предполагаем, что мы сможем построить ту инфраструктуру, которая позволит китайцу комфортно себя чувствовать здесь в стране. Следующий слайд. Что-то не то нажалось, видимо. Хотя я нажимал нужную кнопку. Может быть, Дима поможет мне рассказать еще немножко про Китай? Да. Собственно, возвращаясь к тому, что говорил Женя, ну и, наверное, заканчивая его часть, в Китае очень важно такое понятие, как гуанси. То есть если кто-то интересовался Китаем, скорее всего, вы про него слышали. Ну, наверное, наиболее близкое русское понятие отношения. Крайне важно, кого вы знаете, как к вам относятся, какая у вас репутация. И здесь мы, собственно, наверное, начинаем с такой принципиальной истории, что вы должны собирать китайскую команду, и эта китайская команда должна вам доверять. То есть то, что у меня на слайде названо как Chinese, will bring Chinese. Собственно, это касается и команды, и каких-то внешних знакомств, партнеров, и в целом коммуникации. Большая часть ошибок, которую совершают иностранные компании, иностранные бизнесмены, инвесторы, когда приходят в Китай, они думают, что они сильно умнее, опытнее, успешнее, чем китайские коллеги. Ну, и, собственно, потом, как правило, через несколько лет из Китая уходят с большими или не очень большими убытками. Здесь мы возвращаемся к тому, что китайская цивилизация – это несколько тысяч лет. Собственно, все ваши новые идеи, скорее всего, уже были не раз опробованы. А если вы изобрели что-то новое, как я уже говорил, китайские коллеги это довольно быстро воспроизведут, и, возможно, сделают это лучше, быстрее и успешнее. Важно заметить, что сейчас китайский бизнес, особенно digital, перешел в стадию оригинальных продуктов и оригинальных бизнес-идей. То есть если еще 10-15 лет назад это были так называемые копикеты, то есть когда просто копировался западный сервис и запускался в Китае с учетом китайской специфики, лет 5 назад это были истории про бизнес, с идеей, которая вдохновлена, опять же, каким-то западным сервисом, например, WeChat, всем довольно известный, и WhatsApp. Сейчас мы перешли к стадии, когда китайцы изобретают что-то свое, делают это сумасшедшими темпами и вполне все успешно. Ну, известная такая история тоже, все, что касается байкшеринга. Если будет интересно, почитайте, посмотрите. Сотни миллионов долларов, очень интересные бизнес-модели и точно появились сначала в Китае, а не где-то на западе. Возвращаясь к тому, что, собственно, можно, нужно делать в Китае и чего, наоборот, делать не стоит. Самое первое – это не изобретайте велосипед. Постарайтесь проанализировать, что в Китае уже есть. Причем смотреть нужно нестандартно. Один из наших кейсов, от которого мы в итоге оказались, к нам пришла довольно успешная в России СНГ компания, скажем так, оказывающая сервис по сбору звонков и обработке запросов от клиентов. Прекрасный бизнес, все хорошо работает в России, проанализировали, что есть в Китае, решили, что есть ниша, надо туда идти. Наверное, им повезло, они пришли к нам, спросили у нас. Мы, в общем, объяснили, что в Китае никто уже давно не звонит на не то, что городские, но в целом мобильные телефоны. Это либо голосовые сообщения, даже не текстовые, либо, соответственно, звонки внутри Вичата. Поэтому ребята посмотрели, поговорили с нами, мы поняли, что им нужно полностью перерабатывать продукт на Китай, и они отложили выход на китайский рынок на несколько месяцев, возможно, лет. Соответственно, второй момент, про который я уже сказал, это китайская команда и китайские связи. Слушайте ваших китайских коллег, партнеров, друзей, им действительно лучше видно, как и что нужно делать. Это крайне важно в Китае. Наверное, важная история, которая и так всем понятна. Нужно тратить время, деньги, ресурсы на исследования. То есть китайский рынок сложный, он отличается. Лучше потратить больше денег, купить лишние исследования, проверить свою гипотезу еще раз. Но на самом деле сильно важнее, как можно быстрее сделать MVP и потестировать это на живых пользователях, потому что, возможно, у вас действительно что-то новое, оригинальное, и здесь нужно быть готовым к тому, что нужно будет очень быстро бежать. Слава богу, в Китае нет проблем с поиском инвесторов. Они к вам, скорее всего, придут сами, если у вас действительно популярный продукт. Но нужно быть готовым к тому, что масштабироваться вам придется сильно быстрее, чем на любом другом рынке. И последнее по, наверное, порядку, но далеко не по значению, это планирование. Китайская культура в хорошем смысле бюрократическая в основе своей. Поскольку много тысячелетий вершины, наверное, того, что может достигнуть человек, это стать чиновником в хорошем смысле этого слова, и приносить таким образом пользу согражданам и стране. Все это очень сильно про планирование, про построение правильных процессов, в какой-то степени, наверное, даже написание инструкции. В Китае есть слово, которое я слышу в нашем китайском офисе, наверное, чаще всего, точнее выражение словосочетания, боджидао. Дословно это переводится как нет знания пути, если по смыслу, это скорее нет понимания, нет инструкции. То есть вот эти самые инструкции, они очень важны. Если вы смогли действительно сформулировать и донести до китайских коллег, что нужно сделать, они это сделают быстрее, лучше, и привнесут даже какие-то новые элементы, чем любая другая нация, включая прекрасную нашу российскую изобретательность. Ну и, наверное, теперь вещи, на которые стоит обратить внимание и которых стоит экстерегаться в Китае. И, собственно, наверное, это то, почему в Китае не надо. В большинстве случаев там все меняется очень быстро. Москва – быстрый город, Нью-Йорк – быстрый город, коллеги, с которыми мы общаемся из Штатов, тоже полностью с нами согласны. Китай быстрее. И это как бы главное, к чему вы должны быть готовы. Вторая вещь, которая отчасти, наверное, привычна в России, но в Китае это возведено в культ, в какой-то степени находится на другом уровне, это регулирование. Его много, оно разное, сложное, и оно меняется так же быстро. То есть к этому, опять же, нужно быть готовым, и это еще одна причина, почему нужно искать китайского партнера. Команда. Экономика растет, денег много. Будьте готовы к тому, что лояльность команды – это что-то редкое. При этом, если вы действительно смогли заработать авторитет у ваших китайских сотрудников, они с вами останутся, они будут с вами переходить из проекта в проект, они будут расти вместе с вами, и это, наверное, самое главное, что вы можете приобрести в Китае, потому что если у вас получилось что-то сделать в Китае, пусть даже может быть не очень большое, и получилось при этом собрать команду, то потом вы с этой командой сделаете что угодно в любой другой стране мира. Ну и, наверное, такой организационный момент, маленький, но важный, про который все забывают, а он в Китае важен с самого начала. Смотрите про регулирование и юридические аспекты. Это налоги. То есть если у вас даже удалось, получилось разобраться с российским налогообложением, то в Китае вы поймете, что это как бы вот только начало. При этом это даже не про, ну скажем так, оптимизацию налогов, это скорее про учет, выбор правильной юрисдикции, выбор правильной провинции, видов деятельности при регистрации компаний и масса других вещей. Здесь я бы сразу рекомендовал найти компанию, которая поможет вам в этом разобраться, потому что сами вы, наверное, приобретете нужный опыт в лучшем случае года через 2-3. Ну то есть мы, например, до сих пор себя считаем новичками. Но помните об этом и уделяйте этому достаточное количество внимания, потому что китайское государство, как я уже сказал, оно в Китае главное. И бизнесмен – это человек, который помогает расти в стране Китай и приносить пользу китайским гражданам. Собственно, наверное, все. Задавайте вопросы. Спасибо огромное. Мы переходим к вопросам, которые заданы в приложении. Итак, что нужно делать, чтобы завоевать доверие у китайских коллег, и что нельзя делать, чтобы его не потерять. Наверное, я. Самое главное, как я уже сказал, прислушивайтесь к их мнению. Но это про изучение Китая. То есть это не просто… Даже если вы знаете язык, вам придется понимать обычаи, то, как люди общаются. В общем, самое главное – не потерять лицо. То есть в китайской культуре есть такое понятие «думензе». Это, собственно, потеря лица в буквальном смысле этого слова. И это может быть самое разное событие, самые разные действия. Вы можете затронуть сложный топик. Один из них я обозначил, да, про территориальные какие-то истории. Точно ни в коем случае не стоит, если вдруг у кого-то возникнет такая странная идея, сравнивать нации между собой. Это очень плохая тема, к которой в Китае относятся очень болезненно. Я считаю это справедливым. И давайте возможность проявить себя. Потому что при этом будьте терпеливы. Самое главное – это терпение. Наверное, так, да? То есть вас часто будут очень сильно раздражать какими-то своими действиями, непониманием, упорством. И, наверное, нужно быть готовым к тому, что как минимум в начальном этапе с вами не будут делиться, не будут давать вам обратную связь. Если вы пройдете этот этап, то можно считать, что у вас все получится. Приложение WeChat, знаменитое китайское. Прогнозируете ли вы рост этого приложения в России и возможность перевода денег через него? Прогнозируем рост, потому что мы предполагаем, что сюда приедет все больше туристов. Поэтому однозначно. Относительно того, будет ли WeChat действительно платежным средством, таким, как он является сейчас в Китае, наверное, в ближайшие полгода, год, наверное, этого не случится. Хотя, в том числе и у нас в планах есть задача рассмотреть такую возможность, как минимум так, чтобы туристы в ресторанах могли использовать платежные средства так же, как они привыкли это делать у себя на родине. Другой вопрос, что вряд ли все россияне от этого перепрыгнут на WeChat. Боюсь, что у нас есть свой набор. Про перевод денег. То есть вот если брать именно трансграничные переводы, вряд ли определяется простой вещью отношением китайского правительства к регулированию оборота валюты. То есть платить – да, а вот, наверное, P2P-переводы и прочие подобные вещи, вот это, я думаю, вряд ли. Поговорим про QR-коды. Почему в Китае они так популярны? В России они пару лет назад умерли, так особо и не став популярными. Вот это моя любимая тема, потому что это дешево и удобно. У меня есть любимый кейс, когда ты идешь по улице Шанхая, там стоит продавец уличной еды, и ты можешь заплатить вот этому человеку, который с тележкой продает тебе там кукурузу, шашлычки, что-то еще через WeChat. Потому что единственное, что ему нужно сделать, если он хочет зарегистрироваться в том же самом WeChat или Alipay, он автоматически получает QR-код и это работает. Вторая причина, потому что это базовый способ обмена информации для китайских Monster Apps, это, собственно, там Tencent'овский WeChat и Alipay от Aligroup. Тут важно понимать, что китайский язык, он, в общем, достаточно сложный с точки зрения набора любого текста. И большая часть китайцев, ну, у них достаточно ограниченный словарный запас. Поэтому гораздо проще отсканировать картинку, чем там что-то набивать, набирать, выбирать. Попробуйте поставить себе китайский язык в телефоне и посмотреть, как это работает. То есть, как набирать текст на китайском, я думаю, вы сразу поймете, почему так популярны истории, связанные с распознаванием изображений. Ну и, собственно, там QR-код, как один из частных случаев. Спасибо огромное. Это были управляющий партнер компании DigitalDAO Евгений Эзин и партнер DigitalDAO Дмитрий Арцюх. Спасибо. Презентация называлась «Почему вам не надо в Китай?» и «Что делать, если все-таки надо?» Этой презентацией мы закончили блок, который называется «Бизнес».